В рамках своей рабочей поездки в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Центр социального обслуживания «Домодедовский», где провел встречу с коллективом сотрудников учреждения. Он напомнил им о предстоящих выборах губернатора Подмосковья. Они будут сейчас проходить три дня. Во-первых, 8-9-10 сентября, пятница, суббота, воскресенье. То есть у каждого будет больше возможности выбрать время и проголосовать. И вторая особенность – можно будет голосовать не так, как обычно, вернее, не только так, как обычно, прийти на УИК, получить бюллетень, поставить значок и бросить в форму, но и дистанционно. То есть зарегистрироваться на ресурсе и проголосовать электронным способом. В ходе беседы депутату были заданы насущные вопросы, касающиеся развития муниципалитета, а также повышения качества и улучшения работы Центра. Пообщавшись с сотрудниками социальной сферы, Владимир Жук отправился на заводскую улицу, где проверил ремонт жилых домов. Работы здесь ведутся еще с прошлого года. В определенный момент с предыдущим подрядчиком возникли проблемы, после чего на объект вышла другая компания. Из-за того, что затянулись сроки в прошлом году, зимой работы не проводились, и теперь сейчас подрядная организация, все руководство, все сотрудники поменялись, и они за летний период все переделывают. А что именно? Фасады, крыши, входные группы они делают, отмазки. Работы ведутся активно, весь процесс контролируется муниципальными службами и согласовывается с местными жителями. Жители сами выбирали краску, выбирали фасадную краску. То есть не просто так это было, вот такая будет, такая и такая. Нет, сами жители принимали решение, и архитектура. Так что я считаю, что вполне-вполне сейчас достойно работают. В ходе осмотра проверили ход выполнения работ на нескольких домах. Местные жители показали на примере одного из дворов, как преобразилась придомовая территория после благоустройства. Эти дома в разной стадии. То есть некоторые уже практически готовы, некоторые еще не совсем готовы. Много людей работает, сейчас вот в данный момент 40 человек работают на объекте. И если надо будет, ребята добавят, потому что до конца сентября все дома должны быть сданы. Дома на другой стороне заводской улицы будут отремонтированы в следующем году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.